Привет, друзья! Многие знают, что я фанатею от Азии, я действительно люблю этот колорит, эти направления. И сегодня я решил поделиться с вами рецептом вкуснейшего супа Туньям. Он очень простой, я уверен, что он всем понравится. Ингредиенты здесь есть, конечно же, вот такие, но я обо всем расскажу. Давайте приступим. Для этого супа нам потребуются креветки. Я использую креветки в хитине для того, чтобы из хитина возможно было бы сварить вкусный бульон. Он должен быть очень насыщенный. Иногда он нам не нужен, но не выкидывайте его, поместите его в контейнер, уберите в заморозку. Это будет отличная основа для вашего крепкого бульона. Также нам потребуются лаймы, мы будем использовать небольшое количество чеснока, лемонграсс. Очень интересная такая трава, она ароматная, очень ее хорошо добавлять в чай куда-нибудь. В общем, кто пробовал, я уверен, что вы заценили это. Нам потребуется лук, можно брать и простой репчатый лук. У меня есть красный, буду использовать его. В этот суп идет такой ингредиент, как корень галанги. Он продается в сухом виде в азиатских магазинах. На наших прилавках можно встретить его и в таком свежем достаточно виде. Тоже он идет в наш бульон, он даст нам такой пикантный, интересный вкус. Чили для остроты. И то, что, наверное, ассоциируется по аромату, по вкусу с этим супом, это, наверное, дает такой ингредиент, как листья кафирского лайма. Либо листья лайма на самом деле. Они очень ароматные. Если вы их немножко помнете в руках, они прям такой пряный и интересный вкус дают, цитрусовый. И вот все вот это вот оно делает наш бульон на суп достаточно свежим. Мы будем использовать еще шампиньоны. Можно использовать грибы шитаки. Их тоже можно встретить на прилавках. Часто они продаются у нас в сушеном виде, но это неплохо. На самом деле даже сами китайцы сушат эти грибы, потому что они раскрывают свой вкус. Они становятся интереснее. Мы будем использовать томаты черри. Также нам потребуется для усиления вкуса уже готовая том-ям паста. Она продается в супермаркетах, в разной фасовке бывает, но она очень отличается. То есть можно пробовать разную. По остроте они отличаются, по составу. В целом здесь содержатся все те продукты, которые у нас сейчас на столе. Просто они у нас сублимированы, они превращены в пасту. Туда добавлены жиры. И за основу там добавляют, по-моему, свекольный сок. Честно, не помню, но вот какие-то такие ингредиенты. Все это делается в виде концентрата. И для усиления вкуса будем использовать рыбный соус. Рыбный соус это продукт ферментации. Он очень такой интересный. И он раскрывает вкус других ингредиентов. В общем, я советую его добавлять. Будет значительно интереснее. Мы сейчас начнем с вами с бульона. Это основа нашего супа. Он должен быть яркий, интересный. На это потребуется время. Мы сейчас выкладывали фотографии в инстаграме. С фотографией всех этих ингредиентов. И Оксана Тамчук, наша подписчица, ответила нам на вопрос. В общем, мы ломали голову, в чем нам готовить. Просто в кастрюле или использовать современную машину, Которую у нее в том числе и есть. В общем, мы однозначно согласились на эту машину. Мне эта идея нравится. Поэтому сегодня мы готовим в Кукинг Шеф. Безусловно, конечно же, это все можно приготовить в обычной кастрюле. Но раз есть техника, я все-таки стараюсь рассказывать про то, Как можно готовить в ней. Эта техника действительно может заменить целую кухню. Поэтому сегодня прям акцентируем внимание на ней. Для того, чтобы она работала с индукционным нагревом, Мы используем защитный кожух. Вот. Будем использовать вот такую вот лопаточку. Которая будет у нас все хорошо помешивать. Очень удобная насадка для использования, Когда мы хотим приготовить что-то. Какие-то овощи, рагу или еще что-то. Оп. Вот так вот. И вот такой вот стопор, который позволит нам перемешивать ингредиенты. Все продукты. Мы его здесь вот так вот фиксируем. Оп. И он у нас крепится к ручкам. Он создает такой некий барьер, Когда продукты у нас помешиваются, Они у нас переворачиваются. Мы сейчас будем чистить с вами креветки. Нам также потребуется и от них хитин. Делается это достаточно просто. Не нужно там креветку разрывать. Все вот это вот. Достаточно грязно, долго. И потом все равно вам придется разрезать ей брюшко, Чтобы достать оттуда кишку. Ее обязательно нужно доставать, Потому что креветки разные у нас. И содержание как раз-таки этой кишки разное. Очень часто там аргентинские креветки, Они содержат в себе большое количество песка, Вот каких-то вот таких вот ракушек, Ну, перемолотых уже. Поэтому не очень хорошо. Самое простое, Как мы можем почистить креветку, Мы берем ее просто в руку. Нам потребуются ножницы. И мы этими ножницами Прям вот сюда заходим И прорезаем. То есть мы получается Срезаем и хитин, Раскрываем. И если есть у нас здесь вот кишка вот эта, Мы ее просто извлекаем. Все очень просто и аккуратно. Так поступаем со всеми креветками, Чистим их. Хитин нам сейчас потребуется. Вот так вот. В этот суп на самом деле Можно по желанию использовать И другие морепродукты. Вообще в Таиланде любят смешивать Даже там мясо с морепродуктами. Это тоже достаточно интересно. Сюда можно было бы добавить курицу. Было бы прям, ну, правда, Очень интересно. Ничего здесь такого нет. Тем более сейчас набирает тренд. Вот это вот серфанторф называется. Это когда в блюде содержится у нас И мясо, и, к примеру, там гребешок. Да, очень популярно, к примеру, стейк. И на гарнир к нему делают Жареный гребешок. Звучит странно, Но это безумно вкусно. И такая практика даже в Европе есть. Что мы сейчас делаем? Мы включаем индукционный нагрев. Здесь время нам не потребуется. Мы сразу же выставляем здесь температуру. Давайте будем прям обжаривать наш продукт. Мы выставим, ну, давайте, 165 градусов. Я думаю, этого вполне достаточно. Скорость. Я выберу минимум. И включаем. Он предупреждает, что это достаточно опасно, Потому что будет индукционный нагрев. Мы подтверждаем, все хорошо. И включаем нашу машину. Мне потребуется небольшое количество подсолнечного масла. Я добавлю сюда вовнутрь, Чтобы у нас все хорошо карамелизовалось. Мы будем добавлять сразу же туда вот этот весь наш хитин. Прям добавляем его в машину. А, кстати, чтобы удобно было, Можно надеть такой вот кожух. Он позволит нам, во-первых, Быстрее набирать температуру И добавлять продукты сюда значительно удобнее С помощью вот такой вот крышечки. Поэтому прям вот сюда вот так скидываем. И там уже начинает все шкварчать. Аромат от вот этой кожуры, да, От хитина уже стоит сильный креветочный, Такой, как креветочные чипсы. Я добавлю вот этот. Это был у меня в заморозке, Как я и говорил ранее, Что-то готовил с креветкой. Это мне не нужно было для приготовления. Я просто взял, заморозил. В общем, это достаточно удобно получается. И всегда найдется к этому применение. Можно готовить соус какой-нибудь, Биск или что-то другое. Так как мы варим сейчас с вами бульон, Я буду использовать сюда небольшое количество лука. Половина у меня пойдет непосредственно в сам суп. А сюда я в бульон добавлю одну половинку. Я просто порублю ее достаточно произвольно. Такими движениями. И сразу же сюда положим ее. Хоба! Жалко, там сейчас не видно. Много пара идет у нас. Но там оно должно у нас приобрести Такой золотистый цвет. Также у меня есть достаточно большое количество лемонграсса. Это трава, она очень ароматная. Я добавлю ее сразу же при обжарке. То есть будет очень интересно. Вообще, когда мы ее используем И хотим потом достать оттуда. Предположим, мы просто в суп ее добавляем. То лучше всего ее не нарезать, Потому что она несъедобная. Она достаточно жесткая. Ее лучше отбить тупой стороной ножа. Прямо до того состояния, Когда у нас здесь будут раскрываться вот так вот волокна. Оно у нас не рассоединяется. Ее можно потом достать. И все. Но в данном случае, Когда мы готовим именно бульон, Мы можем эту траву нарезать. Так она быстрее раскроет свой вкус. И аромат. Здесь прям я разрежу ее вот так вот. Чтобы весь вкус получить из нее. Опа! Пахнет просто безумно. Я, мне кажется, вернулся куда-то сейчас. Уже, конечно, с закрытыми границами. Возью очень хочется. Пишите в комментариях, опять же, Кто был в Таиланде, в Малайзии, Где вот это все развито. Вообще, мне так удалось попутешествовать активно. Мы пару зим, зимовали, Или как-то можно так сказать. И объездили Таиланд вдоль и поперек. Я был в таких страшных и опасных местах. И кушал этот суп. И знаю, о чем рассказывать и говорить. В общем, есть такая история. Если вы еще не были в Таиланде, Но когда-то туда поедете, Когда вы заказываете суп том-ям В разных местах. Не туристических. Скорее всего, вам будут приносить Абсолютно разные вещи. И вы будете смотреть на официанта, Типа, что это такое. Потому что у них это не конкретный суп. Том-ям это означает кисло-сладкий суп. И все. У него есть обозначения разные. Кай или кунг. Да, там с морепродуктами. Поэтому, прежде чем поедете в Таиланд, Изучите вот точные названия конкретного супа. Вот. И тогда вы будете понимать, Что вы заказываете. И добавим небольшое количество чеснока. Возьмем такой свеженький молодой чеснок. Вот он прям. Оп. Потребуется буквально несколько зубчиков. Я их даже чистить сейчас не буду. Просто порублю вот буквально чуть-чуть. Дадим ему немножко буквально раскрыться по вкусу. И добавим туда воду. Воду мы берем фильтрованную. Ждем буквально 10 секундочек. Нам необходим его вкус. Но не стоит его долго жарить. Потому что он даст не очень приятный вкус. Все. Заливаем сюда воду. И оставляем вариться где-то на полчаса. Можно даже выставить здесь таймер для удобства. Вот. Но хотя можно контролировать. Сейчас у нас все это дело обжаривается 6 минут. Соответственно где-то в 35 минут мы уже приступим дальше к приготовлению. В это время мы сейчас нарежем с вами основные ингредиенты. Нам потребуются шампиньоны. Будем использовать вот такие маленькие молодые шампиньоны. Просто разрежем их на 2 части. Достаточно просто. Ну а если крупные, режьте их на 4-6 частей. Смело будет все достаточно хорошо. Сейчас мы нарезали наши шампиньоны. Сейчас продолжим к остальной нарезке. И забыл про такой ингредиент. Его можно сразу же добавлять на моменте, когда мы готовим с вами бульон. Это кокосовое молоко. Кокосовое молоко, либо сливки. Сливки это просто большая концентрация непосредственно самого мякоти кокоса. Но в принципе молоко тоже хорошо подойдет. Здесь на усмотрение. Потому что многие вообще не используют кокосовое молоко в том яме. Кто-то его добавляет совсем чуть-чуть. Но здесь уже зависит от вашего вкуса. Я люблю, чтобы был такой насыщенный вкус и аромат. Поэтому добавлю где-то вот такое количество. Сейчас смесь будет достаточно светлая. Но вы посмотрите, когда мы будем добавлять уже все остальные ингредиенты. Суп поменяет вообще полностью свою текстуру, цвет. И все будет по-другому. Нарезаем дальше. Нам потребуется лук. Лук нарезаем достаточно крупно. Вот такими вот перьями будет вот так вот прям брутально. По-настоящему. Вообще, когда вы кушаете такой суп в Азии, они особо не заморачиваются. То есть в тарелке вы будете находить огромное количество всего. Всего непонятного. И у вас будет стоять две тарелки. Одна для того, чтобы вы вынимаете из основной тарелки и суп. Потому что там всякие вот эти вот корнеплоды, они не кушаются. Но оно варится в большом таком чане. Все это очень безумно ароматное. Лук я отставлю пока в сторонку. И теперь мы нарежем с вами корень галанги. Такой вот он, кстати, вот посмотрите на разрез. Он чем-то похож на имбирь. Но он имеет абсолютно другой вкус и аромат. Его часто можно заменить. И так многие делают даже в ресторанах. Меняют его на имбирь. Но это не совсем правильно. Мне кажется, можно даже вообще обойтись тогда без него. Он несъедобный. Поэтому мы его просто рубим вот на такие вот небольшие кусочки. Для того, чтобы они максимально раскрыли вкус и аромат. Их можно добавить как раз-таки вот сейчас. Предположим, на моменте, когда мы варим бульон. Для того, чтобы они вкус отдали более натурально. Они варят в одном котле и даже не процеживают потом. Убирают только хитин. И часто этот суп также они любят готовить на курином бульоне. Тогда он получается прям такой вот прям яркий-яркий. Но здесь на любителя. Также нарежем сейчас томат и черри. Уберем лишние хвостики. Нам потребуется только сам томат. Его мы порежем напополам. Все эти ингредиенты вы, наверное, сейчас будете писать в комментариях, что столько всего странного и непонятного. Где это можно приобрести. Понятно, что в маленьких городах, возможно, ограничено выбор всего этого. Но вот в Санкт-Петербурге нет с этим проблем. У нас все так достаточно активно продается. Можно купить на любом рынке. Есть азианские отделы. Есть специальные интернет-магазины, которые на этом специализируются. Но все это вполне легко доступно. А вообще, если имеется крупный супермаркет, то вполне даже вероятно, что в овощном отделе вы встретите полный набор для приготовления этого супа. Я имею в виду овощей. Там будут у нас и листья всевозможные, и чили, и даже лайм. То есть, вот все мы взяли, добавили, залили кокосовым молоком, и все будет в порядке. Также добавляем рыбный соус. Можно на этапе как раз-таки приготовления непосредственно самого бульона добавлять, чтобы сразу же усилить вкус. Там у нас все уже хорошо и активно варится. Можно добавить сразу же туда небольшое количество том-ям пасты. Посмотрите, как она выглядит. Как я сказала, она тоже бывает у нас разная. И разные по виду, по внешнему. Более красная бывает, более ароматная, более кислая, более сладкая. В общем, это такой продукт. Паста из разных ингредиентов. Поэтому у каждого своя технология приготовления и состав. Здесь также нарисована креветка. Поэтому в составе, скорее всего, тот же самый концентрат хитина присутствует. В общем, если у вас нет свежего, вот этого всего, можно использовать только пасту, но вкус будет немножко такой, не тот. Потому что все-таки свежие продукты, такие как листья, как лемонграсс, они дают свежесть нашему блюду. Добавим ложку. Пока добавим такое количество, где-то одну чайную ложку, даже две чайные ложки. Этого будет достаточно. Но потом, когда уже суп будет практически готов, мы будем пробовать его на вкус. И поймем, следует ли нам еще добавить, или можно обойтись того, что уже имеется. Так, я думаю, что к этому супу будет прекрасно подходить рис басмати. Я выбираю его, потому что он очень ароматный. Его необходимо сейчас промыть под холодной водой в несколько этапов. Просто набираем воду холодную, и помешиваем, чтобы ушел лишний крахмал. И после этого заливаем водой, чтобы пальчик у нас оставался, и ставим на очень высокий огонь под крышкой. Когда вода закипит у нас, мы уже уменьшаем на минимум и даем вариться. Варится такой рис где-то минут 11, и этого количества влаги хватает, чтобы он был такой рассыпчатый. Сейчас у нас достаточно активно уже кипит, поэтому мы снижаем температуру до 95 градусов. То есть это та температура, когда у нас идет закипание, но тем не менее у нас получается, что продукт не выкипает очень активно, сильно. Он также просит подтвердить, что мы работаем с чем-то очень горячим, и продолжаем дальше водиться. Закрываем крышечку для того, чтобы у нас, во-первых, была стабильная температура, во-вторых, чтобы у нас все это не летало в воздухе, а сохранялось внутри. Ну что, у нас прошло 39 минут. В целом это для бульона вполне достаточно, но если вы располагаете большим временем, то можно еще часок поварить. Не важно, в кастрюле это или в кухонной машине. Пользуйтесь обязательно крышкой, чтобы у нас жидкость не выпаривалась, чтобы она оставалась внутри. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я сниму вот эту крышку, аккуратно на ней конденсат, чтобы вы не ошпарились. Отставляем ее в сторону. Посмотрите, какой у нас красивый бульон получился. Сейчас я его процежу и помещу обратно в эту же чашу. Скидываем через сито, чтобы все, что нам не потребуется, все вот эти коренья, все остальное, оно нам просто не нужно в супе. Но хотя, вот опять же, как и сказал в Азии, скорее всего, все кроме хитина, конечно, вы найдете у вас в тарелке. Но здесь кому как нравится. Так, убираем лишнее. Посмотрите, какой очень красивый бульон. И, как видите, он совсем не кокосовый. То есть он имеет вкус кокоса, но его здесь совсем немного. Это я отставлю, оно нам уже все не потребуется. И теперь я это переливаю обратно в кастрюльку. В чашу нашу. Я ее уже кастрюлей называю, потому что в ней действительно можно все варить. И порой даже про индукцию забываешь. Так, что мы сразу же сюда делаем? У нас имеются грибы, мы сразу же помещаем их сюда. Их не нужно обжаривать или еще что-то с ними делать. Все в сыром виде. Добавляется лук и чеснок. Чеснок мы нарезали просто вот такими вот слайсиками, достаточно мелкими. Помещаем сюда тоже в сыром виде. Видите, лук на смотрение. Видите, я взял половину луковицы. Возможно, это для кого-то много. Можно и меньше добавлять. Но, опять же, все зависит от вашего вкуса. Мы сразу же сюда добавляем вот эти вот прекрасные листья. Листья лайма. В наборе было такое количество, но я бы на самом деле, если бы было, добавил бы раза в три больше. Вот аромат от них очень прекрасный. Я с этими листьями готовлю ганаши и делаю настойки какие-то, потому что они прям, ну, такие суперские. Сейчас я сразу же добавлю небольшое количество чили. Много не нужно, тем более вот такой чили. Он прям действительно очень жгучий. Чили разные бывают. Можно всегда попробовать чуть-чуть, да, откусить, чтобы понять вообще, насколько он мощный, потому что вы можете загубить целое блюдо. Если добавить туда много, все, катастрофа. Нам потребуется лайм. Лайм выжимаем сюда. Опять же, по кислотности этот суп, он такой кисло-сладкий должен быть. Поэтому мы сейчас добавим сюда еще небольшое количество сахара, а по кислоте добавим где-то один-полтора лайма. Вот так вот прям его сильно сжимаем, чтобы у нас эфирные масла прям вышли. Лимончик можно покатать немного, чтобы лучше выходил сок. Вот такими движениями. Я пока добавлю, наверное, все-таки одну штуку, а потом еще попробую. Посмотрю, насколько у нас по кислотности все хорошо. Ставим нашу чашу обратно. Закрываем ее. Здесь, в принципе, помешивать сейчас нет необходимости, поэтому я ее просто включаю. Также 95 градусов, для того, чтобы она просто у нас кипела. Мы сейчас будем добавлять туда еще наш лимонграсс. Я буду использовать весь, но я не буду его, как в прошлый раз, нарезать. Я его просто вот таким образом немножко отобью, чтобы вот распустился на волокна. А кончик самый толстый, да, чтобы из вкуса из него вышел, я его просто разрежу. И немножко побью. Видите, он у нас как бы немножко отбивается, становится вот такой. Из него так лучше выходят все ароматы. Вот так вот. На кухне сейчас, как в бутике парфюмерном пахнет. Прям очень мне нравится этот аромат. Вот так вот отбили. Все. И добавляем прямо сюда. Вот так вот. Хоп. Все прекрасно. Напоследок мы уже оставляем наши томаты. Они не должны вариться. Вообще, многие с ними, конечно, уже и бульон варят, но они получаются такие разваристые. Вот эта кожура от них отходит. Это не очень приятно. Я вообще даже чаще всего добавляю свежие томаты непосредственно в тарелку и заливаю прям горячим супом. Получается очень хорошо. Либо можно вместе с креветками за 2 минуты до уже того, как мы будем сервировать, добавить все это вовнутрь. Будет шикарно. Ну что, довели мы до кипения. Теперь начинаем пробовать. Это очень важно. Когда вы что-то готовите, обязательно всегда пробуйте. Потому что наперед вы не можете... Ну, то есть, нет четкого рецепта такого. Типа, добавили 5 грамм этого, соли 2 грамма, и вот все у вас идеально. Все равно кулинария – это про то, что должен быть баланс вкуса. И все продукты разные. Сегодня томаты не такие сладкие, завтра они сладкие. Лук не такой сочный, а вот завтра он будет просто как, не знаю, как яблоко. Поэтому всегда пробуйте, чувствуйте, чтобы вам нравилось, и добавляйте уже в конце, доводите до вкуса. Сейчас по кислоте, я думаю, что в самый раз. Единственное, я добавил бы совсем небольшое количество сахара. Можно использовать коричневый, можно использовать простой сахар. Добавим туда буквально чайную ложечку. И для концентрации вкуса я все-таки добавлю еще небольшое количество пасты. Тоже чайную ложечку. Она, опять же, бывает разная, поэтому не ориентируйтесь на количество, то, которое я добавляю. Это все будет индивидуально. Просто эта паста дает цвет вот такой вот немножко красный, да, за счет своих жиров и того, что содержится в этой пасте. В общем, вкус становится более такой богатый. Вот, я думаю, что сейчас уже самое время добавить туда наши томаты черри и креветка. Креветка не варится там полчаса или еще что-то. Будет достаточно буквально там трех минут, потому что ее белок очень быстро сворачивается. Для того, чтобы она была не резиновая, вот такая вот прям сочная, чтобы было приятно кушать, добавляйте всегда ее в конце. Добавим сюда томаты черри и креветочку. Креветку можно порезать, кстати, на две части, кому как нравится, да, тогда ее визуально будет больше, но вот опять же, чтобы она была более сочная, я оставляю ее целиковой. Так она будет прям чувствоваться, такая прям красота. И мы не добавляли с вами практически никакой соли, но честно, вот я сейчас попробую, соли там вполне достаточно. Единственное, что совсем чуть-чуть добавила бы, но не знаю откуда, но вот есть там она. Чуть-чуть подсолим. Все, я пока сервирую, пока у нас закипает все, что мы добавили, мы сервируем с вами рис. Я буду использовать вот такую вот тарелочку. Выложим сюда. Опа! Видите, какой он красивый у нас получился. Мы его залили буквально на один палец, и он у нас варился ровно 11 минут на очень слабом огне. Выкладываем рис сюда. Рис басмати, он очень сильно отличается по ароматике, но, конечно, он немножко подороже, но он очень приятен. Кари, еще как полноценный гарнир, это вот то, что мне нравится. Выкладываем прям такой горкой. и можно посыпать кунжутом или какими-то вот такими вещами. Мне нравится. Вот есть такой кунжут с васаби. Продается тоже уже в готовом виде. Он очень ароматный. И к волкам, к чему-то вот такому он прекрасно подходит. Все, наш такой док-гарнир готов. Вообще, в Азии не часто встретят, что добавляют рис к блюду. Это у нас как-то принято, что вот прям в каждом кафе у нас оно идет. В Азии такого практически нет. Вот, поэтому такое небольшое заблуждение. Будем использовать кинзу еще в самом конце при сервировке добавляем непосредственно в суп. Кинзу, как и другую зелень, лучше всего замачивать в ледяной воде. Мы складываем ее в какую-то емкость, заливаем водой, потом промываем, можно так даже несколько раз, и уже минут на 20 хотя бы замачиваем в ледяной воде. Для того, чтобы вот лишняя пыль или что вот может быть в листьях, оно все у нас отседает на дно. Это очень важно, потому что какая бы зелень ни была красивой, она грязная. И только время и вода могут как бы освежить нашу зелень. Плюс она вбирает в себя воду и становится еще более такой сочной. Все, я думаю, что у нас готово. Там все, я приостановлю и сейчас уже достану нашу кастрюльку вот эту. Посмотрите, то, что вот мы готовим получилось где-то на 5-6 человек. Аромат стоит прям безумно интересный. И вот если вы такой суп не пробовали, действительно, я считаю, что он должен вас свести с ума. Сюда, кстати, будет очень хорошо и уместно добавить кальмара либо даже мидии. Это уже получится немножко отступление от рецепта, но морепродукты в этом супе прям очень хорошо будут играть. посмотрите, какая красота у нас получается. И мы уже сюда, сейчас еще креветочку найду, чтобы прям ярко было. Видите, прям оставляйте вот эти листья, корни, пусть они вот прям так лежат, потому что вот это вот все очень вкусно. И мы это вот уже начинаем сервировать, добавляем сюда свежую кинзу. Мне кажется, не может этот суп быть без кинзы, потому что она сюда максимально подходит. Вот, готовьте, обязательно пишите в комментариях, если вдруг вам что-то осталось непонятно. Я всегда отвечаю на комментарии сам, буду очень рад вашим вопросам. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok